Приезд питерского «Зенита» в Самару не сулил ничего хорошего, ведь в последнем туре РФПЛ дружина Сергея Симака разгромила Оренбург со счетом 8-0. А вот крылья советов провели невыразительную игру с «Химками», которая закончилась без голевой ничьей. Вопреки пессимистичным прогнозам, подопечные Игоря Осенькина показали характер и подарили любителям футбола настоящий праздник. В первом тайме кубкового поединка соперники обменялись немногочисленными атаками и разошлись миром. Все основные события в матче случились после перерыва. Бразилец Клаудиньо, который постоянно заводился из-за неудачных действий партнеров, окончательно потерял контроль над собой. Сперва он получил предупреждение за стычку с Цыпченко, уже через несколько минут увидел перед собой вторую желтую карточку, которая превратилась в красную. Легионер оставил свою команду в меньшинстве, а крылья советов этим преимуществом воспользовались. Сперва Дмитрий Цыпченко, критикуемый болельщиками за плохую реализацию, забил красивый голос за пределы в штрафной, затем под занавес матча отдал голевую передачу на Глушенкова. Максим установил окончательный счет на табло 2-0. Таким образом, Самарцы одержали первую победу на домашнем стадионе, взяли первые очки в Кубке России и догнали «Зенит» и «Московский Спартак» в группе. После матча Игорь Осенькин отметил, что отдохнуть своим лидерам дали обе команды, поэтому говорить о том, что «Зенит» выставил слабый состав, вовсе не приходится. Я, ну, скажу, что доволен игрой, доволен новичками и, конечно, первой победой мы как-то в домашних матчах все никак не могли победить. Сергей Семак заявил, что команду с берегов Невы подвела плохая реализация моментов. Сегодня нам не удалось забить и не удалось сыграть надежно в обороне, так, как нам хотелось бы. Защитник Юрий Горшков поделился своими эмоциями после матча. По словам футболиста, команда не должна расслабляться, ведь уже через несколько дней крыльям предстоит тяжелая выездная игра в чемпионате России. Победа всегда прекрасна, но сейчас немножко порадуемся и уже завтра надо о Ростове думать. Партнер Юрия Горшкова Максим Витюгов тоже думает о предстоящей игре на берегах Дона. Сейчас у нас очень тяжелый выезд будет в Ростов, добираться, сложная дорога и команда сейчас у Ростова очень серьезная, которая на ходу. Молодой нападающий Волжан Сергей Пеняев рассказал, что команда в первую очередь билась ради болельщиков. Мы старались победить ради наших болельщиков, которые пришли, поддерживали нас. Кто-то бросил все свои дела ради того, чтобы в будний день попасть на этот матч. И я думаю, никто не пожалел, потому что мы постарались и смогли победить. Экс-форвард Крыльев Советов Иван Сергеев, который недавно перешел в «Зенит», был рад снова выйти на поле в Самаре. Ну, здесь все знакомо, да. Когда я приехал, много друзей осталось и тепло встретить. То есть я очень благодарен в Самаре. Следующую игру дружина Игоря Осенькина проведет на выезде. Волжанам предстоит помериться силами с Ростовом Валерия Карпина. Матч состоится 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17.30. Анатолий Головко, Константин Головин. События.